В соответствии с современными научными представлениями, спутники Марса Фобос и Деймос считаются захваченными астероидами, а поверхности этих малых тел представляют собой то первородное вещество, из которого образовались планеты Солнечной системы. В октябре 2009 года с космодрома Байконур должен состояться запуск российского автоматического космического аппарата Фобос Грунт, созданного по заказу Федерального космического агентства. Головной разработчик – научно-производственное объединение имени Лавочкина. После трехлетнего путешествия аппарат впервые в мире доставит на Землю образцы грунта Фобоса для исследования в земных лабораториях. 2009 год в этом десятилетии является оптимальным для полета к Марсу. Носитель выведет космический аппарат на круговую опорную орбиту спутника Земли. С нее межпланетная станция стартует к Красной планете. Космический аппарат состоит из трех основных частей. Это возвращаемый аппарат с установленным на нем спускаемым аппаратом для доставки на Землю образцов грунта Фобоса. Перелетный модуль. Установленные на нем системы обеспечивают работу станции на пути к Фобосу и на его поверхности. На модуле размещены все научные приборы. Двигательная установка модуля обеспечивает до разгон к Марсу все операции на трассе перелета и посадку на Фобос. Маршевая двигательная установка совместно с перелетным модулем осуществляет перевод станции с опорной орбиты на траекторию отлета к Марсу. Научная программа экспедиции и приборы разрабатываются в Институте космических исследований Российской Академии наук с участием других научных организаций. Первое включение маршевого двигателя обеспечит переход станции на промежуточную орбиту. На ней уточняются текущие баллистические параметры, закладывается командно-программная информация на второе включение маршевого двигателя. После этого включения маршевая двигательная установка отделяется. Окончательный доразгон станции производится с помощью двигателя перелетного модуля. Длительность полета к Марсу примерно 11 месяцев. Для выработки солнечными батареями энергии, необходимой для обеспечения работы станции, полет происходит в режиме постоянной солнечной ориентации. На трассе перелета Земля-Марс проводится до трех коррекций траектории. В августе 2010 года космический аппарат прилетает к Марсу. Первым импульсом торможения аппарат выходит на начальную трехсуточную орбиту с минимальной высотой от 700 до 1000 километров и максимальной 80 тысяч километров. Вторым импульсом совмещаются плоскости орбит станции и ФОБОСа, а высота перед центром поднимается до радиуса орбиты наблюдения, около 10 тысяч километров. Эти две орбиты используются в качестве орбит ожидания в течение нескольких месяцев. В ноябре 2010 года третьим импульсом аппарат выводится на орбиту наблюдения, которая на 500 километров выше орбиты ФОБОСа. На ней проводятся измерения, необходимые для сближения с ФОБОСом и посадки на него. Посадка производится в выбранный район на полушарии, постоянно обращенном к Марсу. Через четыре месяца делается следующий шаг в сближении с ФОБОСом. Двухимпульсный перевод аппарата на предпосадочную квазисинхронную орбиту, которая позволит станции периодически находиться на расстоянии нескольких десятков километров от него. Сближение и посадка на ФОБОС проводятся после завершения операции по синхронизации и фазированию орбиты космического аппарата с орбитой ФОБОСа. По результатам работы телевизионной камеры и лазерного высотомера вертиканта, уточняется прогноз движения аппарата в точке схода на посадку. Сближение с ФОБОСом и посадка проходят в автономном режиме с помощью двигателей перелетного модуля. Телевизионная камера на этих участках полета работает постоянно. На начальном этапе посадки навигационную информацию аппарат получает в основном от лазерного высотомера вертиканта. На высоте около четырех километров в работу вступает доплеровский радиолокатор. Обеспечивающий более точное измерение высоты и скорости движения. На заключительном этапе снижения на высоте не менее трехсот метров задействуется сразу несколько телевизионных камер, создающих стереокартину поверхности и обеспечивающих посадку на наиболее ровный участок. Сила тяготения на ФОБОСе примерно в полторы тысячи раз меньше, чем на земле. Чтобы предотвратить отскок аппарата в момент касания, будут включены двигатели, обеспечивающие прижим станции. После посадки прилегающая площадка будет отснята телевизионной камерой высокого разрешения. Отосланные на землю изображения района посадки дадут возможность ученым выбрать место забора грунта и выдать соответствующие команды на аппарат. Разработанное для этого проекта грунтозаборное устройство позволит, сохранив стратификацию, взять образцы грунта в виде колонки высотой порядка одного метра и объемом около ста кубических сантиметров. Колонка грунта будет перемещена и уложена в специальный контейнер спускаемого аппарата для доставки на землю. Научная программа экспедиции, кроме доставки образцов грунта на землю и исследования Марса и околомарсианского пространства с борта космического аппарата при его орбитальном движении, включает в себя и исследование грунта непосредственно на поверхности Фобоса. Проводится отбор наиболее интересных образцов. Химический анализ вещества позволит не только определить все входящие в его состав элементы и их изотопы, но и измерить их соотношение. Для управления аппаратом предполагается использовать центры дальней космической связи в Медвежьих озерах и Уссурийске. Космический аппарат рассчитывается на длительное пребывание перелетного модуля на поверхности Фобоса. Установленная на манипуляторе микротелекамера дает возможность подробно изучить прилегающую поверхность. Через некоторое время после загрузки образцов грунта возвращаемый аппарат стартует с Фобоса. При помощи толкателей он уводится от перелетного модуля. Через минуту включается двигательная установка. Перелетный модуль с комплексом научной аппаратуры остается на Фобосе. Возвращаемый аппарат ориентируется на Солнце и в расчетное время переводится на промежуточную или взлетную орбиту. Чтобы избежать столкновения с Фобосом проводится второй маневр, который переводит аппарат на базовую круговую орбиту. Эта орбита является исходной для последующих маневров, обеспечивающих старт к Земле. Перевод аппарата на траекторию возврата к Земле проводится по трехимпульсной схеме, которая позволяет уменьшить ошибки выведения на отлетную траекторию. Первым импульсом аппарат переводится на трехсуточную орбиту искусственного спутника Марса. Второй импульс понижает перецентр орбиты до 500 километров и меняет ее наклонение. Третий импульс переводит возвращаемый аппарат на гиперболическую орбиту перелета к Земле. Старк к Земле произойдет в августе 2011 года. Длительность перелета, как и на пути к Марсу, составит примерно 11 месяцев. Для обеспечения точного входа в атмосферу Земли на трассе перелета потребуется провести до пяти коррекций траектории. При подлете к Земле спускаемый аппарат отделяется от возвращаемого. Посадка произойдет на территории полигона посадок пилотируемых космических аппаратов в Республике Казахстан. В июле 2012 года спускаемый аппарат с образцами грунта ФОБОСа вернется на Землю. Поисковые службы найдут спускаемый аппарат по работающему радиомаяку. Почти целый год займет путь возвращаемого аппарата на Землю. А перелетный модуль в это время продолжит свою работу на поверхности ФОБОСа. Установленные на нем научные приборы будут изучать Марс и ФОБОС и передавать данные на Землю. Субтитры создавал DimaTorzok